Шапки, носки, консервы и даже нитки с иголками. Всего 4 тонны гуманитарной помощи за 3 дня. Кировчане собрали для пострадавших соотечественников на Дальнем Востоке. Напомню, река Амур вышла из берегов. Пострадало больше 200 населенных пунктов. Теперь перед кировскими организаторами сбора вещей стоит вопрос, как привести всю помощь нуждающимся. Теплая одежда, просто одежда. Вот. Так что, все сортировалось. Все вещи сейчас приходится отсортировать заново. Неравнодушные кировчане продолжают нести одежду, предметы первой необходимости и иду в драмтеатр. Несмотря на то, что пункт сбора гуманитарной помощи пострадавшим на Дальнем Востоке уже закрыт. У нас по плану завтра вывоз. Мне уже звонило руководство театра, потому что это же не склад, это же театр. Чтобы мы тоже решали вопрос этот. Общий вес собранного 4 тонны. Именно эта цифра стала первой проблемой при отправке груза. По словам инициатора Льва Саламатова, первоначально была договоренность на перевозку самолетом. Груза не меньше 10 тонн. Но столько собрать не удалось. Правда, по словам представителя МЧС, речи о самолете не было. Самолетом вот тот груз, который собирается, он не может быть отправлен. Вот именно в данный момент, я уже сказал, что отправляется более первоочередное необходимое оборудование. Это водооткачивающее оборудование, электростанции, тепловое оборудование, печи и так далее. Оказать помощь спасатели не отказываются. Вещи будут переправлены на Дальний Восток поездом. Правда, не бесплатно. По прорискуранту 25 рублей за килограмм. В целом около 100 тысяч. Сейчас эти деньги собирает местное предпринимательское сообщество. Доставка вещей на Дальний Восток это очень дорогостоящие удовольствия. Дорогостоящие дела. Поэтому, возможно, в каких-то вещах было бы там рационально просто деньги перечислить людям, нежели не собирать вещи. Тем более, не всегда там прошли необходимую сортировку, санитарную обработку, прочие вещи. Тем не менее, все собранное достигнет адресатов примерно через неделю. Кроме того, поступят на Дальний Восток и деньги кировчан. Например, сейчас чиновники областного правительства собирают материальную помощь в виде своих дневных окладов. А на сайте городской администрации опубликован счет, деньги на который может перевести каждый желающий. Анна Мамаева, Алексей Стахеев, Бюро новостей Давича.